Доброе утро, дорогие мои! Мы с вами продолжаем читать Евангелие. У нас Евангелие от Иоанна, глава 8. Но я хотел бы перед тем, как продолжить чтение, все-таки с вами поговорить о том, как мы его читаем. И мне кажется, что, во-первых, многие не понимают, что он не читает, но в большинстве мы все-таки читаем его неправильно. Неправильно не с точки зрения текста, текст там правильный, даже если какие-то переводы не совсем точные или какие-то детали, то, в общем-то, все равно, если, на мой взгляд, его правильно рассматривать, правильно читать, это особого значения не имеет. И в чём я считаю правильность восприятия Евангелия? Посмотрите, вот с какой точки зрения мы его рассматриваем как читатели. Чаще всего мы его рассматриваем как приход Бога к людям и борьбу Бога с фарисеями. Ну или вот с теми, кто сопротивляется и с теми, кто не верит в Христа как Бога. У нас вот такая с вами точка зрения, вот это наша зрительская или читательская позиция. И с этой позиции мы всё время и смотрим. И сюжеты и события Евангелия рассматриваем как представители людей, к которым пришёл Господь. И участвуем в этих событиях либо на стороне людей, всё время воспринимая на себя вот эти же упрёки там, или разговоры, которые Господь ведёт, либо встаём на сторону Бога, и мы сожалеем о том, как с ним поступает, мы его любим. Мы как ученики его идём за ним по Евангелию, участвуя во всех этих событиях, примеряем на себе разные образы, в том числе и его учеников, апостолов. И в общем-то это нормально и закономерно, если мы смотрим на Евангелие с этой точки зрения, что Бог Господь, Бог Слова, воплотившись в Иисусе Христе, в человеческом теле, пришёл убедить людей, окружающих Его, в том, что Он Бог, и показать свою силу им, что Он, в общем, постоянно это показывает, это оказывает этими чудесами. Кого-то это убеждает как человека, кого-то не очень, потому что ему кажется, ну, либо выдуманные чудеса, либо они тут, в общем-то, сейчас мы через науку и повыше чудеса видим и знаем. Но это вот с точки зрения читателя, как соучастника на стороне людей, ну, или на стороне Бога, но тоже тех же самых людей. Я вам предлагаю посмотреть на Евангелие совсем с другой точки зрения, с точки зрения того, что это идёт соревнование, не знаю, так ли я называю, как-то надо побольше, значит, как-то по-другому обозначено, может быть, сейчас вот в беседе мы найдём. Но идёт доказательство Бога Слова через людей, что в людях есть что-то божественное, что-то хорошее, для того, чтобы их освободить из власти сатаны. Вот так. На мой взгляд, Евангелие именно об этом. Мы с вами читаем во второй главе от Иоанна, как Иисус говорит ученикам, может, и вы отойдёте? Они говорят, нет, нет, Господь, мы, в общем, с тобой. Он говорит, да, вот вас двенадцать, но один из вас дьявол. Дьявол. Прямо так это и говорится в Евангелии. Мы с вами обсуждали. Так вот, посмотрите, об этом же говорится и в других Евангелиях, где Господь после искушения, его дьяволом, который поставил его на вершину горы, который, ну, в общем, в конечном итоге предложил сброситься с храма, и ты не разобьёшься, тебя же ангелы подхватят. А он говорит, не искушай, Господь, Бога своего. А потом он ему говорит, иди за мной, сатану. И вот это, иди за мной, сатану, на самом деле и есть, на мой взгляд, всё событие, которое описано в Евангелии. То есть, Господь жизнью своей, вот этой проповедью своей, не людям доказывает, что он Бог. Он сатане доказывает, что имеет власть над людьми, и что они здесь не все в его власти находятся, а до пришествия Христа все после смерти отправлялись в ад. В ад все отправлялись. Они до сих пор по Ветхому Завету, все, кто умер в Ветхом Завете, находятся в аду и ждут страшного суда. Такая была история. А Господь пришёл и говорит, ну вот я вам так образно говорю, говорит, нет, не все должны отправляться в ад. Некоторые заслуживают жизни вечной. И он зовёт за собой идти этого сатану, и сатана в образе Иуды, в человеческом образе, идёт за ним, следует, и больше того, вот ещё и делает вид, что он лучший ученик, для того, чтобы глубже посмотреть на те события, которые происходят, и на этих людей, которые Господа окружают, и на учеников, и на тех, кого Он спасает, и на фарисеев, значит, которые приходят и всё время искушают Господа. И Господь в каждом из этих людей нам показывает что-то хорошее и божественное. То, что действительно от Его создания в человеке есть и принадлежит Ему. Принадлежит Ему. И поэтому мы с вами видим вот эти все события немножечко в необычном свете, и поведение людей, которые ходят за Христом или которые хотят убить Христа, не совсем логично и не всегда впитывается в их законы. Что вот они должны убить эту блудницу. Они приводят её к Христу. Для чего? Чтобы убить его вместе с блудницей. Поскольку, если Он скажет слово в защиту её, то Он также подлежит убийству. Его могут забросать точно так же камнями. Им интересно, как Он выпутается из этой ситуации. А что Он делает? Он пишет их грехи. И что они делают? А они усовестились. Понимаете? Даже вот в такой горячке, где они готовы убить блудницу были, и его вместе с ней, они всё равно усовестились. То есть в них есть некая такая искра божественной чистоты. Пусть да, пусть они фарисеи, и мы всячески можем их проклинать, но нет. Господь нам показывает, что даже вот у этих, когда им называешь его грех, проявляется совесть. Они не готовы убить. Или когда они его несколько раз пытаются взять, говорят, надо убить, посылают слуг для того, чтобы его арестовывать и всё остальное. А Он приходит прямо в храм, подходит прямо к алтарю, говорит им в глаза, что они Бога никогда не видели, и знать не знают они этого Бога. А они что? Они не берут Его. Они удивляются и говорят, ну как? Раньше ни один из людей так не говорил. Такие у него... То есть они Слову Божью удивляются. Они восхищаются, можно так сказать, этим Словом Божьим. И если там кто-то ещё есть, который говорит, ну что же вы его не взяли? А как? Он вроде хорош человек. То есть они Его прощают. Так можно сказать. Это человеческое качество. Фарисеи, Саддукеи перед нами. То есть те, кого мы должны ненавидеть. Но как они поступают? Они не берут Его. Не берут Его. Люди простые как поступают, которым Он делает чудеса, которые... А мы видим, как люди колеблются. Как люди то на одной, то на другой стороне. А почему? Они во власти сатаны. Он неоднократно об этом говорит. И это, можно так сказать, нормальное положение людей, которые действительно живут без Бога. Они же все живут без Бога. Вот Он только что впервые перед ними вот так явился, сам встал. А до этого мы понимаем, что видел Его там Моисей, видел Его. Но они не смогли эти законы выполнить, которые их оставляли в отношениях с Богом. Если мы посмотрим те заповеди, которые Он дал Моисею и написанные на скрижалях, то мы увидим, что окружающие, люди Его, они эти заповеди никто не соблюдает. Так можно сказать. Сказано, не убей, они готовы эту блудницу убить. Ну и все остальные, почитая Отца Своего, они Бога не почитают. И поэтому, если вы рассмотрите с этой точки зрения Евангелие, как, еще раз повторяю, как соревнование, между сатаной и Богом, или даже не так, а приход Бога к сатане, в мир сатаны, поскольку весь мир был, без Бога жил, и доказательство Бога, что люди-то Его, что в них есть еще искра Божья, и те, кто особенно к ней склонен, кто согласен быть Божьим сыном, человеком, братом, другом, тут сказано, можно быть Божьим, только надо захотеть, они переходят к Господу. Как своим хотением, своей свободой они распорядились, вошли во грех и впали во власть сатаны, и все вот в этой власти находятся в разных должностях, кто царедворец, кто фарисей, кто рыбак, кто плотник, то есть вот в разных должностях, но в каждом из них есть часть божественной искры, та память о Боге, которую в Него вложено притворение, и ее-то и показывает нам Евангелие, что в конечном итоге люди-то поступают так, как это, даже приходят к самарянам, которые вроде вообще считались по законам иудаизма дикими, язычниками и все остальное, но он самарянке первое открывает все свое естество и прямо говорит, что у него за вода, что у него за питье, которое можно пить вечно и никогда не жаждать, и так далее, он показывает все время бесу, дьяволу, как человек поступает перед лицом Божьим в окружении вот всех остальных, можно так сказать, бешеных людей. Один лежал 38 лет, он его поднимает, делает его здоровым и говорит, бери свою постилку и иди. Он взял и идет, его встречает, ты чего носишь в субботу, как ты закона не соблюдаешь, а это не я. То есть, вот эта двоякость человека нам видна насквозь, вот он только что получил оздоровление, но сразу можно так сказать, предает Господа, но как только встречает его, он точно так же с учениками, мы видим, как ученики, несмотря на то, что постоянно уверяют, что да, ты Господь, мы тебя знаем, мы тебя верим, вот, но каждый раз они все равно колеблются, и мы видим конечный результат вот этих колебаний, это когда его распинают на кресте. Распятие на кресте это та, можно так сказать, конечные действия сатаны, которым он пытается здесь все-таки отвоевать свое право на обладание людьми, он тело человеческое у Бога искушает до смерти, и людей искушает до последнего, как говорится, предательства, где ведь это он приходит к первосвященникам, которые до этого так и не взяли Христа, то есть так это странно, у них вся власть, у них слуги и так далее, он три с половиной года ходит по территории, которая с Московской области, и они его не могут ни взять, ни это, они просто каждый раз, на мой взгляд, сомневаются все, можно ли его взять, и вдруг приходит ученик, который говорит, давайте я вам его продам, и они вдруг понимают, что как может быть у Бога, у Бога, ученик, который может его продать, значит, точно он жулик, а чего, ну давайте испытаем этого жулика до конца, спросим его напрямую, кто же он, да еще с помощью власти спросим, с римской власти, и это дьявол инициирует вот это распятие, о чем Христос знал, Христос знал всю вот вот эту, это дьявол не может предвидеть, вот мы с отцом на умом рассуждали на эту тему, он говорит, дьявол не может предвидеть событий, и мысли не может читать, он читает наши желания по губам, по движениям, по тому, куда у нас глаза зыркнули, вот, вот таким образом, он тогда нам предоставляет, остальное у него отнято возможности, так вот он не мог предвидеть, чем все это кончится, распятие, но он идет на последнее, как говорится, искушение Христа, он то тело, которое Христос не захотел сбросить с храма, предает в руки своих слуг, Господь говорит, вы дети его, и он своим детям отдает это тело, Христово продает, и Христос идет, для чего он продает, для того, чтобы устроить боль этому телу, при которой сдался бы Бог в нем, или человек в нем сдался бы, сдался бы сатане, что нужно было, нужно было соврать, и слабость показать, сдаться, грубо говоря, вот, и все, и ты во власти сатаны, и сатана думал, что да, вот к нему, грубо говоря, ненастоящий Бог пришел, поэтому я сейчас его испытаю, и душа его, после того, как он предаст сам себя, окажется, где, в аду, в аду, у него же все, кто в это время жил, все души переходили к нему в ад, они потому, что были в чем-нибудь догрешны, у них спасения, в покаянии, не существовало, способ покаяния нам принес Иисус Христос, а они как, они, вот, жертвы приносили, чтобы облегчить свое существование, чтобы земное облегчить существование, Богу они приносили жертвы, думая, что таким образом волом, голубем, там, еще какой-то, козлом отпущение, они могут у Бога милость заслужить, и лучше будут жить, а не у Него они заслуживали все это время милость, не Ему они служили, это бес видел, насколько они Ему верны, глядя на те жертвы, которые они приносят, ага, этот быка припер, значит, хорошо послужил демону, вот, поэтому, друзья мои, вот, если вы с этой точки рассматриваете и читаете Евангелие, то вы увидите, что оно открывает совершенно по-другому, что человек в этом Евангелии, ну, грубо говоря, он немощный, он, он страшный иногда в своих желаниях там, убить, погубить, еще чего-то, но он все равно милый и наивный, уж я вам так скажу, уж если в конце там несколько первосвященников и пошли на то, чтобы вот все-таки его погубить, но у них тоже стоял выбор, либо он Бог, и он не даст себя погубить, либо он не Бог, раз от него ученики разбегаются и продают его совершенно спокойно, он просто возмутитель спокойствия, вот и все, вот и все, и все Евангелие это доказательство того, что в любом человеке есть частичка божественности, искра Божья, за которую зацепившись, можно попасть в Царствие Небесное, не в ад пойти, как всем предрекают, вы все в ад идете, вы все обязательно туда, это жуткая вещь, это антихристианство, когда вам говорят, что вы в ад пойдете, вам все время должны рассказывать, как в Царствие Небесное прийти, а не как в ад попасть, пугать, вот, ад побежден, беста сразу, как только Христос, значит, отдал свою душу, решил, что все, она уже в аду, он сбросил это тело, повесил этого Иуду, в котором ходил, значит, ему он не нужен, он освободился от него, он в ад, а там в аду полное разорение, там смерть побеждена, там Господь берет праведников и выводит всех, кого ему надо, потому что он не предал на кресте свое слово, свою правду, истину свою предал, он ни одним грехом не согрешил, и показал, что в жизни можно прожить жизнь, согрешив, не согрешая ни разу, но можно еще и покаяться, и твои прегрешения, если они покаяны перед Господом, то есть попросил прощения перед Господом, они прощаются, и ты тоже не попадаешь в ад, и это пример разбойника, которого мы с вами видим на кресте, все, одним словом, раз и вот какую дает нам свободу Господь в выборе, где нам быть, в раю или в аду, и поэтому, что Господь ко всему этому добавил после того, как победил дьявола, ходящего за ним все эти годы, и смотрящего, и искушающего людей, как тут все это происходит, смотря, он всего лишь желающим от него иметь добавил любви Духа Святаго, Дух Святой сошел на апостолов, маленькая, можно так сказать, капелька благодати капнула в их души, и все, они готовы все за Господа отдать, все, им ничего не нужно, что предлагает сатана, ни денег, ни тепла, ни спокойствия, они уже ничего не боятся, потому что они знают, что душа уже не отоврай их направляется во всех этих трудностях, этих мучениях, поэтому и вы, когда видите трудности, мучения и все остальное, читайте Евангелие, и посмотрите, кто вы здесь, в этом Евангелии, какой герой, или в какой слое населения вы находитесь, и посмотрите, как искорка-то Божия есть в каждом, какой бы он тут, тут нет ни одного на самом деле негодяя, если мы посмотрим, даже Пилат и тот умывает руки, то есть все в конечном итоге здесь можно так сказать, открещиваются от дьявола, они не хотят ему служить, но услуживают в конечном итоге, в итоге его искушения, то есть его хитрости, я бы может быть знаете, даже и нет, но оправдать уж первосвященников, они полностью подчинили сатане, и все-таки сделали, все-таки убили Христа, тело все-таки было убито, но это именно в рамках их углубления в то религиозное поведение, которое у них было, они действуют в рамках закона, закона, который в это время был извращен, и этот закон уже давлел над правдой и истиной, или как митрополит Илья в 1052 году пишет труд «Слово об истине и благодати», где пишет, как закон по существу овладел обществом, его действие уже все общество сжимало, и оно было тягостно, а вот эта свобода, которую Господь дал, да еще и свобода решить, где ты в аду или ты в раю будешь, она вот все открыла. Вот такое у меня длинное, можно так сказать, вступление, и мы с вами остановились на... Так, мне опять звонят, пойду приму звонок. Да, я принял звонок, но я подумал, что уже беседы и так длинные, поэтому в этой беседе и в этой ролике мы уже не будем читать Евангелие, а давайте я в следующем действительно почитаем и пообсуждаем. А здесь можно сказать так вот такая преамбула чтения Евангелия, которую, может быть, надо было в начале вам чтение рассказать. С другой стороны, вам виднее будет теперь, почему я вот так объясняю евангельские события, для кого-то может быть даже необычно. Так что помоги всем Господь увидеть себя в этих событиях, свое место, свое поведение и увидеть, как Бог, ну не то, что завоевывает, но доказывает, что мы еще хорошие, что есть у нас еще то, ради чего или почему нас может забрать к себе. Все, здоровья всем, радости, Христос воскресе, аминь. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова